В эфире новости в студии тела радиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Профилактика дорожно-транспортных происшествий. В минувшее воскресенье во всем мире вспоминали погибших в автомобильных авариях. В Муравленко прошла акция «Они могли бы жить». В наше время 21 век. Сотрудники компании Муравленко ТВ вновь стали призерами 9-го межрегионального телефорума. Настоящий праздник танца, окружной фестиваль хореографического мастерства «Кудесы» состоялся на сцене городского Дома культуры Украины. Свои таланты показали более 500 участников. С начала года 738 молодых ямальских семей воспользовались государственной поддержкой в улучшении жилищных условий, которые оказывает автономный округ. Объем социальных выплат составил более 727 миллионов рублей. В настоящее время участники программы заняты подбором вариантов жилья. Использовать субсидию им необходимо до середины декабря текущего года. Напомним, в соответствии с установленными законом и нормативами, семья из трех человек в качестве социальной поддержки получает в среднем более 700 тысяч рублей, а выплаты для семейства из четырех человек превышают миллион. Принять участие в окружных мероприятиях по предоставлению выплат на приобретение и строительство жилья в рамках программы улучшения жилищных условий граждан, проживающих на Ямале, могут семьи, в которых оба супруга являются гражданами России и постоянно проживают в округе. Возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. Кроме того, семья должна иметь доходы, которые позволят оплатить стоимость жилья в части, превышающей размер выплаты. Также семья должна быть по закону признана нуждающейся в жилом помещении. Планируется, что до конца года правом на получение государственной поддержки воспользуются около двух тысяч молодых семей. В Муравленковском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета России по Ямал-Ниньскому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя в обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 146 Уголовного кодекса России. В ходе следствия установлено, что житель города Муравленка, являясь индивидуальным предпринимателем, в нынешнем году реализовывал в принадлежащей ему торговой точке контрафактные экземпляры аудиовизуальных произведений на носителях формата DVD. Проведенным расследованием установлен ущерб правообладателям аудиовизуальных произведений на сумму не менее 198 тысяч 120 рублей. В настоящее время Муравленковским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Ямал-Ниньскому округу получены доказательства вины предпринимателя, и уголовное дело направлено прокурору города для принятия решения об утверждении обвинительного заключения. 18 ноября во всем мире вспоминали погибших на дорогах. Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в 3 воскресенье ноября в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В России по статистике только за этот неполный год в дорожных авариях погибли более 23 тысяч человек и свыше 216 тысяч ранены. Причем большинство погибших в авариях – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Причины дорожно-транспортных происшествий из года в год остаются неизменными. Превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил проезда перекрестков. В воскресенье почти во всех регионах страны прошли митинги и пикеты, направленные на профилактику ДТП. В Муравленко возле клубного учреждения Лира состоялась акция «Они могли бы жить». Сотрудники ГИБДД и их помощники – ребята из отряда ЮИД – в этот день постарались привлечь внимание как можно большего количества участников дорожного движения. Пешеходам и автолюбителям юные инспекторы вручили памятки и напомнили о взаимовежливости и внимательности на дороге. В памяти погибших в дорожно-транспортных происшествиях в небо над городом участники акции выпустили воздушные шары. Сегодня мы собрались для того, чтобы напомнить людям – не нарушайте правила дорожного движения. Этим самым мы сохраним жизни жителей нашего города, жителей нашей страны. В память о погибших в ДТП давайте зажгем свечи и вспомним тех, кто погиб во время ДТП. В Таркас-Але завершился девятый молодежный телефорум «Наше время – 21 век». В этот раз он проходил под девизом «Мы – дети одной планеты» и был посвящен дружбе народов, толерантности и особенностям национальных культур. В течение четырех дней юные корреспонденты из муниципальных образований Ямала и Уральского федерального округа обменивались опытом, получали новые профессиональные знания на мастер-классах от ведущих специалистов Москвы, Тюмени и Казани. Участие в конкурсе принимали и журналисты компании «Муравленко ТВ». Впечатления у моей коллеги Анны Карамавровой. В молодежном телевизионном форуме приняли участие почти 100 юных корреспондентов. Каждый день поездки у ребят был наполнен новыми впечатлениями и эмоциями. Для меня это колоссальный опыт на протяжении двух часов. Того, чего я раньше, может быть, знала, но не так глубоко. И на достаточно понятийном уровне все было объяснено. Насколько мне кажется, что если бы я прочитала это в каком-то другом источнике, то, может быть, так хорошо бы не запомнила. Вика – студентка гимназии из Нового Уренгоя. Девушка мечтает стать известным телеведущим. И ей, как и многим участникам форума, близка социальная тематика. Раскрыть творческий потенциал и научиться основам самопрезентации помогали уроки журналистского мастерства от известных ведущих, операторов и корреспондентов. У каждого из вас сейчас в распоряжении будет одна минута. За одну минуту вы должны будете рассказать о своей телекомпании и о том, что вы делаете. Попробуем? Попробуем, да? После того, как участники молодежного фестиваля успели познакомиться, вкратце рассказать о своем городе, телекомпании и специфике работы, было проще ввести диалоги на главную тему форума. В этом году она была посвящена толерантности. Помимо мастер-классов, организаторы фестиваля подготовили для участников культурно-развлекательную программу. И пока конкурсанты проводили время с пользой, жюри определяли лучшего из лучших. Вы знаете, судить мы никого не собираемся. Судить – это не наше право. Это Господь судит всех. А мы приходим здесь, наверное, тоже, чтобы пообщаться на равных. Как коллеги с коллегами. Просто мы чуть старше, мы чуть опытнее. Мы, может быть, чуть взрослее, может быть. Работа над ошибками. Так назывался последний мастер-класс специалистов тележурналистики. Ребятам демонстрировали конкурсные работы, обращали внимание на недочеты и советовали новые формы подачи материала. Самым приятным моментом для юных корреспондентов стала церемония награждения победителей. Кто бы мог подумать, что вооружившись хорошим настроением, участники конкурса попадут на настоящий досмотр. Итак, позади меня тематический вечер, а именно «Люди в черном». Гран-при досталось хозяевам молодежного форума за работу «Таежный герой». Журналисты из Муравленко получили два диплома. Третье место за видеомонтаж присудили Антону Борисову. А серебро в номинации «Лучший корреспондент» досталось Анастасии Поповой. Не остались без призовых мест и подарков журналисты из других городов. Анна Карамаврова, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Программу о ходе молодежного форума смотрите в нашем эфире 3 декабря. В «Муравленко» прошел шестой окружной фестиваль танца «Кудесы». В конкурсной программе приняли участие творческие коллективы классического, эстрадного, современного и народного танца. Выступление оценивало строгое жюри, в составе которого мэтры хореографического искусства из Москвы и Салихарда. Свидетелем настоящего праздника танца стала моя коллега Оксана Гитерман. Пластика, грация, ловкость вмиг превращаются в чувства. Танец, божественный танец, высшее в мире искусство. Танец – это стиль, образ мышления, это свой мир со своими правилами. В доказательство тому окружной фестиваль танца «Кудесы», который проводится на Ямале один раз в два года. На этот раз танцоров принимал город Муравленко. Коллективы и участники, выступавшие сольно, представили на суджюри по два хореографических произведения в номинациях – классический, эстрадный, современный и народный танец. Танец, как маленькая жизнь, а значит прожить ее нужно хорошо. Сегодняшние участники, а их более 500 – из Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Нового Ринго и многих других городов округа выступают на конкурсной сцене. Наверняка очень волнуются, но при этом они словно забываются в танце. Настолько легко и непринужденно выглядят их движения. В танцевальном мире говорят – это одна из ступеней к профессионализму. Чтобы достичь такого эффекта, необходимо приложить немало трудов и усилий. А еще важно желание, тогда и результаты не заставят себя ждать. Яркий пример профессионализма продемонстрировал коллектив «Северное сияние» из Губкинского. Начинали с обыкновенного танцевального кружка. Сейчас это образцовый хореографический ансамбль, который в 2013 году отметит свое 25-летие. В их репертуаре около 70 хореографических постановок. Они дважды становились обладателями гран-при на международных конкурсах. Если не будет присутствовать практическая работа, не будет профессионализма, который должен присутствовать на сцене. И если человек учится в хореографической школе, в первую очередь должен быть профессионал. Каждое произведение – хорошо продуманная режиссерская и хореографическая работа. Участники просто наслаждались тем, что они делают. Влюбленность в свое дело передалась и зрителям. И, конечно же, не осталась незамеченной для жюри. А в его составе – мэтры танцевального искусства. Удивить их сложно, но ямальским танцорам это удалось. Вот такие кружные конкурсы для нашей страны – это подспорье? Это не то, что подспорье. Это нужно показывать и Москве, и Питеру, и кому угодно. То есть они высокий уровень у ребят. Поэтому не стесняться, надо выходить на большие площадки и показывать себя, пропагандировать себя. Вы знаете, высочайший уровень. В прошлый раз, когда я уезжала, я думала, какой профессиональный регион. Ехала с удовольствием, ждала какого-то чуда. И действительно чудо произошло, потому что настолько высокий профессиональный уровень конкурса – это не детский конкурс, а конкурс профессионалов. Великолепные педагоги, дети показали роскошную школу, очень интересные работы, интересная мысль педагоги, балетмейстерская мысль. Дети заражены танцем. У любого хореографического произведения должна быть душа, то, чем живет танец. Такая теория была отображена в сольном выступлении Елизаветы Михайличенко из города Ноябрьск. Девушка выступала в номинации «Классический танец». Композиция «Лебедь» – настоящая драматургия. От кончиков пальцев до взгляда и па. Еще одна солистка образцового хореографического ансамбля «Элегия» – Виктория Сапрун. Обворожительная улыбка балерины и ее артистическая подача в танцы покорили всех присутствующих. Танец – это как жизнь. Ты на сцене проживаешь какую-то жизнь, маленький кусочек ее, и за этот маленький кусок тебе нужно показать на все, что ты способен, и проявить себя как можешь. В перерывах между выступлениями отдыхать не приходилось. Все спешили на мастер-классы. Их вели именитые хореографы, они же жюри. Не обошлось на фестивале и без разбора полетов. Здесь обсуждали все плюсы и минусы хореографических постановок. После снова все внимание на сцену. В течение трех дней на сцене Дома культуры Украины царил праздник танца, подаривший незабываемые впечатления каждому присутствующему. Завершающим аккордом фестиваля стала церемония награждения, где были названы имена лауреатов третьей, второй и первой степеней. Победителям вручили путевки на Черноморское побережье Краснодарского края и в лагерь труда и отдыха Ямал в Болгарии. Оксана Гетерман, Андрей Нагибин, Владислав Дроботов, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». И это все, о чем сегодня успели рассказать журналисты компании «Муравленко ТВ». Видеоверсия информационных выпусков доступна на официальном сайте города муравленко.ком. Смотрите нас не только в телеэфире, но и в интернете в любое удобное для вас время. А я на этом с вами прощаюсь. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. Далее прогноз погоды. Создан побеждать. Оцените его мощь. Land Cruiser Prado. Превосходство очевидно. Toyota. Управляй мечтой.